Дальше не прошла. Магнитогорская сноубордистка уступила в 1-8 финала Олимпиады. Сразу две спортсменки из России смогли пробиться в финальную часть олимпийских соревнований по сноуборду среди женщин. Квалификацию преодолела лидер российской сборной София Надыршина. Вместе с ней в 1-8 финала вышла спортсменка из Магнитогорска Полина Смоленцева. К слову, Надыршина была одной из реальных претенденток на медали, но в первом же заезде она выбыла из борьбы, уступив 0,03 секунды. Не менее обидно проиграла в своем заезде и магнитогорская сноубордистка Полина Смоленцева уступила польской спортсменке Александре Кроль. 0,16 секунды. В Челебинской области полицейские накрыли нарколабораторию. В оборудованном гараже производили до 3 килограммов мефедрона в месяц. Сотрудники ГИБДД на территории Красноармейского района остановили автомобиль для проверки документов. В ходе осмотра обнаружили полкилограмма наркотиков. 28-летнего водителя арестовали. Затем правоохранители выяснили, откуда у него запрещенное вещество. Мужчина изготавливал мефедрон в гараже. В ходе обыска изъяты весы, посуда, различные приспособления, необходимые для синтеза запрещенных средств, и полимерные бутылки разного объема с жидкостями, которые направлены на экспертизу. Южноуралец также был создателем сайта в интернете, на котором он и продавал свой запрещенный товар бесконтактным способом. Максимальное наказание, которое ждет подозреваемого пожизненное лишение свободы. Ученые МГТУ имени Носова разрабатывают технологии получения одновременно прочного и пластичного металла без термообработки. Исследования проводятся на новом стане асимметричной прокатки. Меньше чем за год работы ученым удалось достигнуть увеличения пластических свойств металла. Ученые также выявили еще одно интересное свойство при проведении исследований на стане. У них появилась возможность начинать процесс как холодную прокатку без нагрева, а завершать процесс уже как горячую прокатку. Это интересно для медных сплавов. Угонщик-рецидивист приехал в гости к другу на краденой машине. Мужчина разбил стекло припаркованного на улице автомобиля, залез в салон и поехал в гости к знакомому. Сотрудники уголовного розыска довольно быстро нашли того, кто виноват в пропаже авто. 30-летний мужчина уже не первый раз попадается на кражи и предстанет перед судом. В МГТУ имени Носова стартовала приемная кампания. Сейчас подать заявление могут выпускники прошлых лет, имеющие на руках документ об образовании. Заявки принимаются на все уровни и формы обучения. В УЗИ отметили, ранее подача не гарантирует преимуществ при зачислении. Но у поступающих будет больше времени, чтобы определиться с направлением подготовить все нужные документы. Основной же поток абитуриентов ожидается после 20 июня, когда выпускники школ и колледжей получат документы об образовании. В этом году поступающие в Магнитогорский ВУЗ могут отметить в заявлении сразу 10 специальностей. В прошлом году, напомню, было 5. Всего же выпускник, как и раньше, может подать документы в 5 ВУЗов. Аналитики назвали самые высокооплачиваемые специальности в России, в том числе и на Южном Урале. Так, больше всего готовы заплатить в Москве коммерческому директору и директору IT от 400 тысяч рублей. Следом идет директор по развитию от 350 тысяч рублей. В топ-вакансию Южного Урала вошел программист 1С. Работодатель готов предложить такому сотруднику от 100 до 120 тысяч рублей. По 80 тысяч рублей предлагают программисту-разработчику и продакт-менеджеру IT. Менеджер по работе с ключевыми клиентами и инженер могут заработать от 70 тысяч. В Москве прошло заседание Центрального совета Всероссийской общественной организации «Боевое братство». На нем собрались руководители 50 лучших отделений страны. Магнитогорское отделение победило в смотр-конкурсе за 2021 год. Ими была проведена большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. В городе появился новый сквер патриотический, который стал особенным. Из него теперь происходит отправка призывников вооруженной силы. В области идут метели. Осадки достигнут максимума в пятнице. Погода начнет портиться уже сегодня. По области местами пройдет небольшой снег. Дневная температура останется в пределах минус 50 градусов. В четверг также ожидается небольшой снег и все те же 5-10 градусов ниже нуля. В пятницу синоптики прогнозируют усиление осадков до сильных, а в отдельных районах возникновение метелей и минус 4-9 градусов. При усилениях скорость ветра может достигать 14-16 метров в секунду. По ночам будет холодно от 15 до 21 градуса ниже нуля, а при прояснениях до минус 26. А сегодня в Магнитогорске минус 16, небольшой снег. Атмосферное давление 730 миллиметров ратутного столба. Ветер северный до 2 метров в секунду. Это была программа «Вести Магнитогорск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова